так друзья я начал еще одну запись 3000 какой-то скоро будет 4, остановиться не могу хотел сделать перерыв все-таки знаете но оказывается трудоголики не могут без работы это пытка, это наказание а сейчас какая работа? в смысле что творилось летом? когда было то, чего не может быть вообще в принципе невозможно это как когда все ходили еще пешком не только там построить телегу построить допустим автомобиль самолет а сразу вот еще все пешком еще никто не знает что такое самолет или велосипед а уже раз и полетел в космос вот такой космоса мы добились но сейчас немножко возвращаемся на землю допустим я сейчас вот сюда нажму нет не сюда наверное вот сюда да это 22 год, середина лета это мои продолжение моих этих самых так как-то он неправильно показывает как-то он неправильно показывает ну-ка сейчас попробуем еще раз так запись идет давайте вот так сделаем вот моя фотография за 22 год вот сюда нажал вот теперь все правильно посмотрите один из последних фильмов я уже хотел немножко подподдержаться сколько можно-то вот вдруг опять меня назвали шарлатан шарлатан ну сейчас куда какой-нибудь словарь дали за эти посмотреть что-то хорошо вот он наверное обманщик не стал этого делать ну обманщик это значит что все что он говорит это неправда не просто сказка сказочник уважает вот но все знают что это сказка в шкахах он на луну летает правильно вот не знаю как на луну летал я вас никто не обменял сказочника в обмане ну вот давайте все-таки после того когда меня обозвали опять шарлатаном мне придется доказывать что я не шарлатан даже не верблет вот итак середина июля середина где-то 22 года я просто уже в двух сериях я показал сотню априкосов фотографии они все поспевают и поспевают и все другие другие смотрим вот чтобы вы знали это дерево у меня это мой сад вот это особый случай вот этот дерево вот с этим вот корень это корень это особый разговор а с самыми серьезными людьми я разговариваю о том что не только каждая почка но и каждая клетка является готовым деревом это вопреки Дарвину это особый случай я собираю документы я собираю материалы вот это новое садоводство это даже новая генетика она никакого отношения к Дарвину не имеет вот спасибо ему доказал что мы предошли от обезьян и люди начали убивать друг друга потому что Бога нет вот вот это вот фотография особая но вернуться к нормальному состоянию то вот здесь было дерево обретка она была рухнула и вы видите дерево все красиво вот такие у меня деревья они страшные они с битыми морозами вот когда-то я резал на кольцо видите это на кольцо но это было 25 лет назад я с тех пор маленько поумел а всегда заглянуть не заглянуть сейчас обрежу где это было а не буду потому что там много этих телефонов неудобно там товарищ пишет что ее оппонентка назвала обрезку на кольцо классикой садоводства не классика а я считаю глубочайшее заблуждение смертельное и вот получается что я не мог прийти мем этой фотографии вот значит деревья сбиты вот это дерево выпилено может им уже 30 лет ну давайте идем дальше но главное показать то чего не может быть шарлатан или нет вот ну вот еще одна ветка рухнула вот считайте что дерево ничего не осталось это обычное состояние этого сыновья мальчужской абрикосы мелкие вот их у нас столько что десятки тысяч костек осталось зимовать прямо на земле потому что интерес они в науке не вызывают а садоводам такое такое количество не надо они вкусные утверждают в Украине вот привел на мальчужский абрикос получил вот это и получил рекорд присутствия телевидения 40 ведер вот это только маленькая часть это после того когда все были собраны раз основа были собраны два и опять насыпались вот еще остались сколько осталось я показывал ковром косточки манифицированные плоды остались нажимать ковром это есть настоящее садоводство вот а меня шарлатанов вот давайте так 25 было собрали вот это в который раз ладно а это я вверх посмотрите это внизу это внизу это внизу а это вверху видели сколько их на самом-то деле то есть я не собрал вот еще одно дерево оно тоже рухнуло приглядитесь оно разломилось на части вот Сенька умудрился собрать ведро абрикоса уже отборных это амуры вот ну и решил что сил делать некуда решил поскакать вот в этом году все мелкое вот очень мелкие а вот это ведро самое видите самое яркое это сегатеринский вот такие абрикосы да скромные да мне как раз вопрос задавали буквально вчера а вебинар будет завтра сегодня 25 26 вебинар вряд ли это успеет этот фильм до вебинара а кто знает я сейчас отправлю его брату он их быстро доводит дома то есть музыка вот титры это все он делает считанные часы вот и там как раз на этом вебинаре вопрос а что такое сегатеринский абрикосы а с чем их едят там я отвечу на вебинаре завтра с нас по московскому времени регистрируйтесь на моем сайте в гостевой книге есть объявление как-то регистрироваться вот почему они такой бледный битами почему я их раньше не собрал да потому что это все на косточке идет наоборот жду когда перегниет вот он еще один сихотеринский сеянцы посажены косточками в 2015 году но то что они избиты тоже морозами то что на них много комедии только не вздумайте подходить с ножом и не вырезайте как болезнь одна из величайших глупостей на свете объявить кометь смолу кометь болезнью специально показываю чтобы сказать руки прочь от этих самых вот я не говорю что они самые морозы в Приморье это еще не самый главный мороз в Сибири холоднее поэтому вот она и кометь вот посадка на холмы видели видели посмотрите из земли торчит это привитое дерево прекрасно видно что привитое и земли торчит побег это подвойные вот смотрите какой огромный лист а знаете почему потому что это дерево королевский сорт он этому подвою кисуиге напередал вот они вы видели когда-нибудь в Манджирском приходе такие листья не видели вот их глядите вот ну это для чего фотография отпилил казалось бы все вот освободил место по-друге сейчас голову ломает ну что добить его что ли он не хочет умирать живучись невероятно умирать не хочет а мне руками поднялась добить его и в этом месте посадить что-то другое вот пожалуйста любуйтесь вот ну ладно давайте это дерево без комментариев оставим вот а это наверное неправильно это съемка надо было повернуть но сейчас же не будем и это надо было повернуть вот это скромные плоды это сыновья манджирского абрикоса семечки выросли заплодоносили и оказались крупнее вкуснее своей мамы или папы я его называю манджирский абрикос патриарх это гигант Турсун Полудоскобилов на тот момент запкафедры нет зам лаборатории института аграрных проблем города Бакана Турсун Полудоскобилов мой друг сказал это самое ценное дерево в Сибири не смотрите что мелкое его ценное в другом супер морозостойкость дикое выражение 40 до 40 ведер дерева это все мы проходили вот ну это уже скромные совсем стали фаина вот еще одна фаина еще одна фаина опять возвращаемся даже возвращаемся смотрите что было 25 было съемка значит телевизионные мы собрали на их глазах не все где-то две трети собрали получилось 10 ведер вот а 27 насыпалось снова венериан то есть тут немножко порядок даты не выдерживается вот ну это учебный снимок мы пока не будем про него такие дела вот этот абрикос это подарок мне от Бойковой Калины Николаевны на тот момент директора Шуршинского ГСУ Госсорце испытательной станции вот она мне подарила саженец а я как чувствовал у меня на острове было около 2000 деревьев и полторы тысячи яблони плодоносящих ну правда подносили они туда первый последний год после этого приехали ребята подошли сансов все в сторон вот там были древерсии первое это же больше все это покос а мне его отдали решением администрации кто-то решил что я всю жизнь незаконно косил и буду косить вот мы сансов плодоносящих или это отголоски моей работы на заводе врагов было тысяч работать в охране труда и каждый день писать приказы о наказании и обвалении ну аукнулось кто-то сказал молодежи садитесь на мотоцикл иезжайте подождите вот вы сделаете доброе дело вот и самый лучший сад в России был сожжен а это уже потом это дерево особое мне еще иногда говорят Олег Алексеевич значит ты это самое ты говорила носом у тебя все это научное а ты что ты наготов нет было не так я рассказывал раз сто двести где-то сто двусот раз о своих этих портах сортообразцах формах о том что это все потомки тех самых но потомки непростые или переехал или назовем их районером назовем их увеличил морозостойкость в другом случае увеличил крупный сплоток вкус родители их уже не узнали я считаю это мое вот это неизменное вот тогда когда на острове сожжили сад вот а я как чувствовал она мне сразу подарила а у меня на острове уже чувствовал что дело плохо а здесь мне не было ни одного квадратного метра вот этот видите на переднем плавиши от карабица если поглядите увидите торчат концы проволок вот это мой альти через забор я взял соседу посадил прошел 20 лет смотрите любой вот этот бойковый вот тут я говорю да я не гребу под себя или николай бойкова выдающийся навод шушенский директор шушенской станции научной автор один за вторых лихо грушах автор груши как но сорта сморок еще мой друг даже была рецидентом моего сына который получил диплом агронома там же шушенский но потом оказалось что диплом никому нахрен не нужен и он работает коронавщиком на заводе один из лучших садоводов и опытных россии я каждый раз стараюсь об этом не забыть вот почему потому что все сильно близко но какая-то невидимая граница между мной и наукой между железами и наукой вот полюбовались еще раз говорю ни чужого ни грибу это бойковый саженец был интересная его история посадил распалил и сих пор больше никто никогда его ни разу не поливал никогда не удобрял никогда выражая вот это это есть норма для него вот ну некоторые пропускаю значит никогда не закончу такие дела знаете что такое геопатогенная зона здесь ничего не растет если я провожу учебу учу рамками биолокационными рамками мерить геопатогенную зону вот это есть моя площадка я еще и преподаватель в какой-то степени вот ну это уже можно посмотреть полюбоваться и дальше идти полюбоваться и дальше идти полюбоваться и дальше идти вот ну что эта фотография дает а вспомнила слева хаманджурский орех вон он за забор торчит пол ореха свисает ко мне полу падает мне я к ним имею прямое отношение мы вместе садились с моим другом который потом продолжит участвовать совершенно другим несадоводческим людям вот ну эти орехи я еще вам продаю и раскалываю ем пользу от них огромные говорю как человек который провел на себе опыт вот значит такое это прививка черешни кром кром вишни вишни это где мелкие листочки сережки где крупные это один из моих экспериментов вишни уже не раз такое было должно как длиться плоды так так поселок сезаря это мои деревья гордо их фотографировал это мои деревья поселки седой 20 лет назад а может 25 одни из первых покупателей купили у меня вот эти саженцы говорю гордо разные годы три съемки урожаи были огромнее урожаи были крупнее это уже видите ветка сломана это уже как бы а вот ветки которые даже отпилены видимо сухие были это уже вторая часть жизни все таки Сибирь ну это косточки 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 которые я вам продаю я изготовил примерно в 10 раз больше чем могу продать почему и место на шпильбергере в особой лаборатории где хранятся семена со всего мира вот для того чтобы и спасти от катаклизмов то есть нас не будет а все должны остаться вот и именно мои вот эти косточки там должны быть но если наука обо мне не знает то естественно никто туда не собирается их спасать от будущих катаклизмов вот так вот горько но это факт придет три года схожесть потеряет я их выброшу так ну что-то я пропускаю ну груши как груши сало как сало вот один из новых сортов которых написано бирки лектер то ли я ошибся может быть лектор может еще как-то лектор написано давай интернет нет такой на вкус изумительнейший ну это лада лада это всем ладам лада это как знаете как автомобиль жигулей первой модели вот который до сих пор всем вдыхает и говорит лучшей машины не было и готов поменять мерседес на этот жигуль вот так и тут лада это как бы сказать надежность вкус морозостойкость ну нет недостатков конечно есть пошикарнее у него груши лада это лада вот так ну что ну что я скажу помните 25 помните 26 помните 27 вот ну а здесь что измельчал вот особый невероятнейшая невероятнейшая засуха с апреля месяца да кстати до сих пор нормально снег выпался три дня с апреля месяца деревья даже такой все не заметили но и так как все-таки для них был дикий стресс они вместо веток ростовых дали ветки плодовые в немеренном количестве это вот этот урожай был дичайший по количеству плодов ну правда мелкий а что будет дальше еще больше на них этих плодовых веток плодовых почек но я уверен что их должно убить заморозками не может быть вот этих урожай один феноменальный с мировыми рекордами а что там дальше там будет ну а уж никак не должно быть или при чувстве катаклизма будет еще один такой урожай и опять ненужной науке два ученых один с Красноярска один с Питера собирались ко мне приехать обыкновенные путешествия будем ехать мимо вот обязательно заедем ну вот и спор едут вот и на этом ученые они не садоводы вот как это пропустить ребят нет своих садов они объедают волочную вишню она растет на улице но все равно ее объедают вот ну давайте пропущу эту фотографию вот очередная вот это мы уже видели обычная картинка на дальнем плане абрикона эти груши просто намного больше 10 метров вот вот такие если приглядеться слева посмотрите какие красивые груши каких много снять их сверху невозможно падает разбивается но сейчас идет хотя бы на семена уже не так обидно вот вишни вишни невиданное множество вот они за ними ухода никакого нет за забором сад моего покойного друга Володи вот такие урожаи каждый год невозможно сравнить с тем что в Европе все гибнет 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 отдельный фильм снял увидите его на моем канале там в котором как в Европе собрались потратить десятки сотни миллионов рублей и сад сделать 700 этих самых тонн получать вишню ага сейчас хотя бы причину определили почему тем сады погибли вот видели бы эти дебильные саженцы сразу все поняли ну муравейники они мне никогда не мешали я никогда с ними не борюсь растет дерево растут муравейники фотографии мне ждется полсотни это дерево они не убили вот и вот эта злоба которую вызвали к муравьям умеренных дачников самая страшная ошибка одна из самых страшных ошибок вот поверьте мне муравейники совершенно ни при чем вот снова в войне везет в войне но это моя помощница Юля это когда вы видите Юлия Мельникова видите ее на посылках не мою а ее помилю ничего страшного это значит что она собирала послух но пока она собирает плоды кое-что пропускаю вот эта фотография особая на дереве обычная вот такие вот видите одна ветка стала вот такой на меня это откровение потому что я потом на вебинаре подробно расскажу есть 10 версий почему на вот таком дереве вот такая ветка вот видите это особый случай вот это настоящая селекция не то что вы думаете когда из тысячи плодосящих деревьев только на одном появляется будущий сорт и тут без гарантии ладно идем дальше это учебная фотография я не только у себя я лазю по всем садам подряд это мое предназначение еще одна упала ветка караул в окружающем такие 28 вы знаете опять насыпалось собирали помните то самое где на телевидении это уже третий раз насыпалось в общем рекорд состоялся но до конца официально признать нельзя надо чтобы здесь была комиссия от этого самого вот от Гиннеса как он называется Гинн Гиннес канал Гиннес или как Крига рекордов Гиннеса вот еще один момент упущен Россию приводнести до самого неба нахрен не нужно науке ни рекорды ни абрикос ей ничего не нужно вот так вот еще одна рухнула еще Елена Александровна Савельевич моя помощница вот она была студенткой потом стала аспирант второго года в университете имени Решетнева Красноярск и как попала ко мне вместе с этим самым на производственную практику одно двухмесячную 5-6-6 год на практике выйти не может вот это я ждал телевизионный канал называется консультант садровода вот собирали мы это стол накрывать ну че че там про шарлатан а может шарлатан тот кто от злобы что сам вырастить не может начал это самое грязи поливать для этого вот эти подряд пошли подряд вот я Александр Савельевич моим подаппаратом снимал и они как раз и это вот их века научная вот они как раз вот идут сейчас подряд подряд вот ради этого я слил третью серию не хотел думал ну сколько можно уже этого но шарлатан не может не это самое что это такое делать и все дошли может в Крым съездили когда у меня были первые успехи первые статьи первые фотографии говорили нет у черных на рынке покупают вот все что они могли сказать на рынке покупают у черных плоды как их потом к дереву подвешивал но это целое искусство не поверю целое искусство подвешивать вот эти плоды к дереву господи как это трудно если бы вы знали каждый подвязать это такая работа у шарлатана жалко не все успевают развернуть надо было развернуть а потом уже показывать ну и сразу скажу на свете нет хоть вы видели прекрасные плоды много прекрасного на свете нет колновидного абрикоса ни одного не дано генетика не позволяет вот обманывают да и любое вот это поверну вертикально и скажу вертикально вы знаете как их поворачивают их раком ставят я уж такие термины применяю только чтобы показать вот видите это колновидный а их нет на свете ни одного ложь цель это струится грязь со всех этих самых сотня каналов гигантских лохотрон никого не надо поставить их на место разоблачить вот так вот так вот так вот вот еще разные деревья это не петух крыхл корехов видите ну как из него не сделать колонновидную поверну вертикально готово но каждый раз если вот сейчас вот тут висят эти плоды то следующий год то как правило пусто ну еще один год и все а дальше ветка голая как коленка а люди этого не знают о вот он еще один елки-моталки копировать это прямо сейчас преважно это караул потом не найду забуду вот что творится в нашем этом королевстве значит я беру ну как бы в моей лаборатории завтра вебинар 215 это будет 26 декабря здесь у меня я собираю коллекцию гибридов не видно которых и быть не может потому что есть гибриды вегетативные есть гибриды сельцев с помощью припесного пыления что вы думаете второе есть во первых нет на свете вегетативная гибридизация лженаука лженаука предпечатали заодно и меня и Мичурина и всех вот и на этом стоят причина не хотят работать не хотят сейчас я найду их это то что я буду рассказывать на вебинаре в понедельник сейчас я найду 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 это уникальные лекции которые не имеют на всей планете аналогов нет аналогов где же вы это мне надо приплюсовать эту фотографию вот нет это где-то ниже давайте я что сделал я вот сюда влеплю чтобы времени терять в самом начале а потом спокойно в станок я ее перенесу вы можете почитать о Порезе Мичурина а кстати я сейчас закончил это а вот у вас отобили этих самых фотографий еще крышу не снесло ведь это маленькая часть заметьте видели какая-то раз новая так вот это фотография вегетативного гибрида так а это еще раз как растение не может прижиться и растение через земли так и человек погибнет без своей родины Мичурина ну родина она не должна быть мачехой уезжают многие из отчаяния родина прокормить не может и их детей поэтому Мичурина прав и неправ многие прижились через земли может там меньше воруют может там меньше может там теплее но я придумал другой афоризм вот он если у человека нет своей личной собственности земли личности земли нету значит у него нет родины что имею ввиду я имею ввиду что если он своими руками построит дом вырастет сад и там будут бегать дети отнять у него будет невозможно вот за нее он и возьмет если когда-то это были вилы вот а сегодня он возьмет автомат классников а нет тогда и ружье охотничья вот надо каждому дать землю навязать дать льготы чуть ли силой чуть ли шантажом а попробуй не возьми землю а попробуй вот так оно должно быть вот и тогда пройдет 5-10-20 лет вот отменят идиотские законы что где-то даже курей разводить нельзя представляете как боятся что люди сытожить будут и дети будут помогать родителям с детства вот в общем вы поняли если у человека нет своей личной собственности земли значит у него нет родины вот так что да не может прорезаться на чужой земле но надо сделать так и вот надеюсь чтобы своя земля была не чужая а пока она чужая наймешься трактористом вот и все и жалко такую землю все друзья это будет очередная серия и не последняя потому что мы еще столько фотографий не видели все остановить трансляцию запись не последняя не последняя не последняя Продолжение следует...